сегодня разработчики показали нам что же умеет делать новая пятизвездочная девочка какоми давайте разбираться большой всем телене привет с вами на связи аркадий и толкан вейд достаточно удивительная ситуация обычно разработчики рассказывают о персонажах на выходных ближе к релизу самого персонажа ладно в принципе окей сегодня нам показали способности нашей какоми и давайте посмотрим на них немножечко более внимательно и так какоми это каталист и юзер которые используют водяную стихию как мы все с вами знаем водяная стихия это в принципе саппортовская стихия потому что резонанс именно водяной дает нам дополнительное исцеление когда у нас два водяных персонажа находится в отряде по чесноку сказать это одно из самых бесполезных вещей в игре потому что в принципе хила от одного саппорта всегда хватает за глаза и вот собирать специально водяные пачки для того чтобы вы сильнее отхиливали свой отряд в принципе достаточно плохая идея давайте посмотрим на авто атаки наши какоми она обычными авто атаками делает до 3 а так подряд это обычными атаками и заряженная атака в принципе дает большую плюху водяную которая сжирает немножечко стамины и наносит урон по площади в принципе ничего такого особенного красивые авто атаки какоми сама по себе выполнена достаточно интересно то есть она такая девочка которая парит можно сказать почти постоянно над землей и атаки само собой очень очень красивые давайте перейдем к талантам самой какоми у нее два навыка разберемся сначала с элементальным навыком она призывает такую вот красивенькую медузку которая начинает перемещаться по полю боя то есть она вот стоит вот примерно где мы ее заставали и периодически накладывает на всех противников гидро статус и наносит им гидро урон а также отхиливает ближайших союзник при этом еще когда мы кастуем этот элементальный навык на какоми тоже накладывается гидро статус в чем и плюс и минус накладывание гидро статуса проблемы гидро статуса в том то что если вы сажать сражаетесь против кривого персонажей то есть некоторая вероятность то что вы схлопочите статус заморожен и вам придется тапать на пробел для того чтобы выбраться из этого заточения с другой стороны это можно использовать в тех случаях когда в комнате на вас уже находится какой-то статус допустим огонь либо же заряжен и вам необходимо снять этот статус чтобы дебаф и перестали работать на вас в этом случае до наложение на самого себя какого-то дополнительного статуса сыграет вам на руку но в любом случае это на все зависит от ситуации и к сожалению как-то разбираться конкретно нужно конкретную ситуацию а что касается по количеству отхила отхил такой медузки зависит от нашего максимального хп то есть в принципе как я понимаю билдить какоми нужно будет в максимальное количество хп если мы захотим как можно больше отхиливать наш отряд перейдем к ультимейту изначально он был немножечко непонятен в частности мне когда я смотрел разнообразные презентации теперь стало понятнее а при использовании ультимейта элементального взрыва какоми наносит всем окружающим противником гидро урон а после этого облачаются в церемониальные одежды и получает для себя дополнительные а бафы теперь урон от обычных атак и заряженных автоатак увеличен от прописал точнее увеличен пропорционально от ее максимального хп мы теперь допустим и если у нас та же самая наелька увеличивает свой урон от защиты при c6 то тут вот тоже самое срабатывает только от максимального хп и во время действия ультимейта это вещь достаточно интересная то есть она позволяет нашему саппорту когда мы билдим его хп наносить еще больше урона пока она находится под ультимейтом и это очень действительно классно звучит плюс к тому же при попадении обычными атаками мы будем отхиливать свой отряд точно так же пропорционально максимальному хп какоми тоже в принципе стандартная штука точно так же как и барбара когда накидывает она на себя ешку своими автоатаками она начинает отхиливать отряд вот такой же будет принцип работать при ультимейте только урон в отличие от барбары будет увеличен к тому же повышается сопротивление прерыванию а также позволяет какоми двигаться по воде данный баф лежит на какоми определенное количество времени и пропадает как только какоми скрывается у нас в кармашке что у нас получается по итогу по способностям самой какоми пока что точно не известно про ее созвездия и пассивки посмотрим это уже ближе к релизу видимо мы теперь это сможем посмотреть только в день релиза когда выходит персонаж когда будет первое мнение про нее и в любом случае это получается такой а гибридный а персонаж то есть она будет саппортом и при этом реактором а то есть примерно точно так же как моно но умоны вся плюшка в том то что она накладывает гидро статус и при этом еще ультимейтом наносит достаточно много урона и при этом не требует своего нахождения на поле боя то какоми наоборот она будет точно также накидывать постоянный гидро статус пока летает медузка то есть мы можем свечиться на других персонажей и постоянно там накидывает криона противников либо же как-то по-другому с ними взаимодействовать то есть пока какоми нет на поле боя но вот ультимейт мы не будем терять какое-то время да то есть это мы свечимся на какоми зарядили ультимейт продамажили максимальное количество времени потому что какоми мы будем точно собирать в хп чтобы она наносил как можно больше урона и после того как надамажили спокойненько скрываем ее в кармашек и с полным хп отряда переключаемся на других дамагеров и спокойненько уже продолжаем выдавать большое количество урона пока что достаточно спорный персонаж я слышу мнение других ребят и пока что не слышу никого из более менее популярных кто будет ее выбивать поэтому большие большие вопросы остаются посмотрим на ее эффективность уже непосредственно при выходе а также конечно же будем ждать информацию про баннер какоми потому что тут у нас будет три четырехзвездочных персонажей и от этого очень многое будет зависеть будем ли мы вообще пытаться его открывать если ты же конечно же захочешь по открывать какоми то конечно же в день выхода в следующий вторник буду ждать тебя на прямой трансляции где мы будем сидеть и вместе с вами открывать какоми открывать мы будем в дискорде но при этом стрим будет в онлайне поэтому если ты вдруг еще не подписан на дискорд то ссылочка на дискорд будет в описании залетает нам у нас очень хороший комьюнити а можно пообщаться с нашими ребятами обсудить проблемы в общем ссылочка будет в описании но если ты также собрал достаточно большое количество молитв и хочешь о чем-то рассказать рассказать про какую-то интересную историю о геншину как ты попал в игру и хочешь на отдельный ролик то конечно же а ближе к выходу баннера пиши придумаем что-нибудь с тобой как записать на отдельный ролик конечно же не забывайте про годовщину потому что на годовщину будет очень много разнообразных плюшечек также у меня идет отдельный конкурс на 20 благословений полуны а также конкурс для художников которые тоже проходят в дискорде подробности вот в этом всплывающем видео поэтому обязательно залетай и принимай участие буду рад тебя видеть ну а также не забывай про стримы которые проходят каждый вторник четверг и воскресенье проходят они на твиче и на ютубе если ты еще не подписан на твиче то пожалуйста подпишись мне будет очень очень приятно ну и само собой на youtube тоже подписывайся скоро будет интересный косплей деда будет скоро кавер будет новые интересные видео надеюсь ты поддержишь все своим лайком а на сегодня это все большое спасибо тебе за просмотр и до новых встреч дорогие друзья пока пока